Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас радостный праздник, немного из истории. 2 февраля 1952 года был переименован ремонтно-механический участок завода «Челас» цех «Инструментарь». Итак, 1952 года 2 февраля, согласно проказу основан «Инструментарьный цех». Сегодня инструментальный цех представляет высокотехнологичное инструментальное хозяйство. В своем арсенале у него высококлассное оборудование, как и универсальное, так и числовым программным управлением, и лазерное есть. Шли годы, менялись поколения. За это время и время это создало свою школу инструментальную, Белазовскую. У нее есть свой почерк, у него есть свой характер. Эта школа инструментальная, Белазовская, занимает достойное место среди инструментальщиков республики. Благодаря профессионализму, трудолюбию коллектива, задачи, которые ставились администрацией завода, во все времена коллективом инструментального цеха «Рышались». Благодаря этому проходила реконструкция завода, менялась технология. Большое спасибо хочется сказать ветеранам труда, которые своим профессионализмом, своим трудом создали эту школу, создали базу, на основании которой можно смело идти в будущее новому поколению. Новому поколению можно опереться на великую созданную базу с большим опытом. И сегодня мы видим, что к сегодняшнему поколению также прошли большие задачи, которые надо решать. Это переснащение полностью технологическое 26-го участка осевого режущего инструмента. С 50-й ходов с технологией мы переходим при выполнении этого проекта в современную, новую технологию, европейскую и будущую. Это числовые станки, числовое программирование. На основании этого идет и измерение высококачественное. А основа качественной машины – это, мы все знаем, хороший режущий инструмент. И вот эти вот задачи нам надо будет решать уже с новым поколением. С новыми знаниями, с новыми технологиями. Они у нас есть, и молодежь это подтвердила, которая проходит, становится за новые станки. И технологи, которые пришли к нам новые последние годы, они тоже показывают свои знания и владением современной техники. И это все должно у нас получиться, и оно получится. И глобальный проект у нас будет, который на наше поколение легче нашему поколению и будущему решать. Это реконструкция нашего всего знания. Первое поколение, поздневоенное его построило. Мы должны его реконструировать и запустить, передать дальше. Технологическую цифровочку и решать задачи, которые будут стоять перед заводом. Уважаемые инструментальщики, примите теплое поздравление в этот праздничный день. Пусть ваши трудовые достижения радуют вашей семье. Вам и вашему семье крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, материального получения. Уюта, любви, вам и вашим сердцам. Еще раз праздникам всего хорошего. И, плачуя, получим небольшие памятные знаки нашим ветеранам. Марцин Виталий Альфонович. Полосеев, Добавил Владимирович. Поросеев, Николай Иванович. Швитиков, Северслав Кузьманович. Магиченко, Владимир Александрович. Поросеев, Николай Васильевич. Дмитрий 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 Дмитриевич. Виталий Алексеев, Алексей Владимирович. Васильевич Васильевич Николаевич. Шемьяков Николай Анатольевич. Поросеев, Николай Николаевич. Другой, Виктор Матвеевич. Сиваков Николай Васильевич Казаков Василий Иванович Лукацов Анатолий Иванович Кругач Валентин Анатольевич Симончик Николай Борисович Тарасенко Александр Яковлевич Парсеров Михаил Арсеньевич Медель Геннадий Сиротимович Николаев Владимир Михайлович Тишка Сема Львовна Атолиевна Беряболь Мария Станиславовна Калифанова Наталья Степановна Костюкевич Сергей Гайдаговна Савьян Валентин Сергеевна Черкасов Анна Сергеевна Билар Нина Видеевна Берябольевич Лариса Николаевна Дорогие друзья Слово предоставляется председателю профсоюзного комитета Белорусского автономильного завода Трусковскому Валерию Алексеевичу Дорогие коллеги Ну вот сейчас выходили ветераны Ну трудно их назвать Таким словом ветеран Потому что глаза искрились И наверное это те люди Которые проработали чуть-чуть больше Чем все остальные Вот так вот было бы правильно их назвать Но тем не менее хочу сказать 65 лет цеху 65 лет коллективу это значимая дата В жизни данного подразделения Потому что Заводу скоро 70 А вам 65 Несколько лет разделяют Рождение завода с рождением вашего цеха И сегодня вырастить Инструментальщика Ну необходимо 5-7 лет Чтобы он стал высококвалифицированным специалистом Поэтому я думаю Что у вас все кто здесь работает Это и есть наша элита Это и есть высококвалифицированные работники И не зря в коллективном договоре Есть особый пункт Именно по инструментальному цеху Я хочу сказать Что все вы здесь кто работаете Кто какой-то определенный вклад В эти 65 лет вложил Наверное Должны понимать И отдавать Дань Уважение тем людям Которые сегодня Ну по каким-либо причинам Не пришли сюда на праздник Или просто тех людей Которые работали в цеху И уже нет вместе с нами Все вы вместе создали тот коллектив Которые сегодня способны решать задачи Которые ставят перед вами Руководство Белорусского автомобильного завода Вот в семидесятилетие Предприятие которое будет Ваши 67 лет Будут очень значимы Потому что Именно здесь Увется то С чего потом и делается наша БелАЗ Я хочу отсиднувшись И поздравить всех вас С наступившей датой Пожелать всему вашему коллективу Чтобы и дальше Вы оставались Передовиками производства Чтобы и дальше За вами тянутся весь завод И чтобы в общем-то Вспомогательный Хотя цех это называется Но тем не менее Мы считаем его основным И для тех целей Которые ставят завод У вас есть огромнейший Фотосел Я желаю всем вам здоровья Вашим всем благополучия Счастья Удачи Чтобы этот цех Действительно превратился В самый современный Цех производства Беларусского автозавода Еще раз Вас праздником Благополучия всем И здоровья Ну а на праздник Нельзя было быть С пустыми руками Поэтому Профсоюзный комитет Своим решением Решил наградить С лучших из лучших Благодарностями И грамотами Профсоюзного комитета Которого хотел бы Уручить Каждая грамотность И благодарность Определенная сумма Уже сегодня На счету Награжденных Поэтому еще раз С праздником Успехов И благополучия Благодарностью Профсоюзного комитета Награждается Беляцкая Сергей Георгиевич Извините Белясяка Сергей Георгиевич Благодарность Упросу Уп cadence Награжд hunting Степел 灭 И ни одного Благодарность и прослеживающим комитетам в связи с 50 дня образования инструментального цеха награждается Банзер Сергей Витальевич. Медунецкий Денис Павлович награждается Благодарность и прослеживающим комитетам в связи с 50 дня образования инструментального цеха. Медунецкий Денис Павлович награждается Благодарность и прослеживающим комитетам в связи с 50 дня образования инструментального цеха. Медунецкий Денис Павлович награждается Благодарность и прослеживающим комитетам в связи с 50 дня образования инструментального цеха. Медунецкий Денис Павлович награждается Благодарность и прослеживающим комитетам в связи с 50 дня образования инструментального цеха. Находишь на понимании и поддержку, да и к вам, ко всем, кто здесь работает, мы много делаем для того, чтобы укрепить единство нашего профсоюза Белпрофмаш. Мы проводим здесь конкурсы и фрезеровщиков, и токарей, и мы всегда находим понимание. Я хочу выразить от себя лично слова большой благодарности начальнику цеха Александру Леонидовичу Рызарскому за тот вклад, который он вносит в развитие нашего профсоюзного организации и нашего профсоюза в целом. Поэтому профсоюзный комитет с большим удовольствием принимал решение по награждению почетной грамотой Рызарского Александра Леонидовича, начальника инструментального цеха. Еще раз со всей души поздравляю вас с праздником, желаю всего самого доброго. Ну и в канун замечательного женского дня 8 марта хочу поздравить лично всех женщин, которые работают в этом цеху, пожелать им весеннего праздничного настроения, сказать, что приказ по заводу подписан. И каждой женщине, работающей на нашем белорусском автомобиле завода, 8 марта будет приведена премия, в которой достойно может накрыть стол для своих мужчин. Поэтому и купить себе подарки. Я думаю, мужчины это давно сделали. С праздником вас, здоровья, счастья и благополучия. Еще раз с праздником, хороших выходных, хорошего настроения. А праздник с поздравлениями все у нас впереди. Спасибо.